Телеканал КРТ представляет Откуда это все? Откуда взялось? До этого у нас не было ни опыта восприятия, ни у кого не было ни опыта проведения таких терактов. Неужели на Шри-Ланке существовала такая база, которая вот начала готовить террористов? Для меня это всегда представляло большой интерес профессионала, который занимался всю свою сознательную жизнь, психологией индивидуальной, массовым управлением массовым сознанием. И вот подобные явления требуют колоссального изучения, потому что считалось, что подобную систему когда-то в свое время создали на Ближнем Востоке такие смоэлиты, которые фактически заложили основы террористического воздействия на другие государства, на лидеров государств. Но и вдруг оказалось, что вот подобные технологии вдруг начали применяться на Шри-Ланке, и они являются, так сказать, признанными, у них там приоритет в изобретении пояса шахида. Но пояс шахида – это ведь просто техническое устройство, а пояс шахида не работает без определенной человеки, который находится в определенном измененном состоянии сознания. И вот это намного более важная, намного более, так сказать, интересная для профессионалов тема, чем сам по себе вот это вот устройство, которое вешается, взрывчатка на пояс человека. Вот человек, который вешает себя на поезд и бросается куда-нибудь, там заходит в школу, заходит на военную базу, заходит там еще куда-нибудь и взрывает себя и всех остальных. И вот тут как раз мы можем говорить о том, что есть интересное очень поле для исследований, потому что на самом деле, но практика показывает на ровном месте, особенно в культурах очень гуманистичных, и индуизм, и буддизм очень гуманистичные культуры. И вдруг в этой культуре возникает такое явление, которое просто потрясает весь мир, свою жестокость. Не находили ли вы интересное в том, что и обычно смертниц, шахидок делали из женщин, а здесь целая 14-тысячная армия тигрового освобождения Тамилы-Лама, из которой 60% женщины и несовершеннолетние от 14 до 18 лет дети. Почему вдруг такая огромная армия, а где мужчины? Я вам скажу свое собственное субъективное мнение, которое там можно оспаривать, можно поддерживать, о том, что возникновение подобных явлений – это результат применения великолепно профессионально подготовленных схем воздействия на индивидуальное массовое сознание. У нас возможно такое явление – женские батальоны и батальоны детей? Нет, у нас на данный момент невозможно по той простой причине, что у нас совершенно другая ментальность. Для того, чтобы оно работало, нужно, чтобы… Еще хочу сказать один момент тоже из собственных наблюдений. Я всю жизнь занимался манипулятивными технологиями, их использованием в различных, так сказать, в мирных целях, и в военных, и в гуманитарных. И я вам скажу, что я к ним отношусь достаточно скептично. Знаете почему? Потому что на самом деле человеку нельзя ничего внушить из того, что у него не заложено внутри в подсознании. То есть вы ему не можете ничего принципиального нового насадить, если его там нет в зародышевом состоянии. Вот если оно там есть, его можно развить до любой степени. А если нету, вот сколько вы туда не бросаете денег, не придумываете, там какие-то придут профессора или какие-то манипуляторы, вы ничего не добьетесь. Вот на данный момент, вот у нас там пока Бог хранит, что в украинской ментальности нету в массовом ментальности, нету зачатков вот такого вот религиозного или какого-нибудь политического фанатиста. И там есть еще механизм расчеловечивания противника, и в ходе боевых действий, партизанских или каких-то других видов столкновений, еще озверение возникает. Для детей это очень легко, у них нету тех базовых установок, они еще не получили. И вот то, что произошло там, в Шри-Ланке, то потом в Африку было перенесено, в Сьерра-Леоне, Либерия. Очень осторожно. На этом поясе африканском мы сталкиваемся со всеми этими проблемами. То, что касается пояса шахида, ну я не знаю, насколько это отличается просто от возможности убить своего идейного противника, который выходит из подъезда дома, например. Просто человек понимает, что только он прав. А другой это уже не человек, если он говорит какую-то несоответствующую… Вы думаете, это сознательное уже? Вы думаете, принципиальное возражение сделать. Чем оно отличается? Оно принципиальным образом отличается. Потому что, например, когда наемный убийца совершает какое-то действие, то он является агрессором, внутренне у него есть… А то является жертвой. Если человек одел на себя пояс шахида, он точно такая же жертва, как и тот. Это две жертвы. У них между ними нет никакой разницы. Отсюда стокгольмский синдром возникает. Когда террористы захватывают заложников, и когда те понимают, что они точно такие же жертвы, то между ними устанавливается связь.